Друзья, всем привет! Это Книжный Разбор. На очереди Гузель Яхина, роман «Дети мои». Вот, выглядит он так. Роман, конечно, очень непростой для чтения, для понимания. Здесь такая фантазия автора, фантазия рассказчика, потому что перед нами учитель в немецкой колонии, если мне память не изменяет, Гнаденталь, которая существовала на берегах Волги, вот та самая республика поволжских немцев, учитель пишет сказки для своего ребенка, для своей дочери, и эти сказки приплетаются с былью, с историей страны, с становлением советской власти на территории, как раз-таки, где существовала колония. Какие там происходят события, то есть ты не понимаешь, а где реальность, а где вымысел, но так вплетаются друг в друга, какие-то события происходят волшебные, а потом реальные. Поэтому поначалу, так очень медленно раскачивается маховичок повествования, очень трудно въезжать в текст, он такой, прям как вот сказки братьев Гримм, очень-очень такой дремучий, сложный лес слов. Но в конечном итоге все становится на свои места, ты видишь исторические события, то есть Гузель Яхина опирается именно на историю. Если в первом своем романе она показывает, вот эту вот татарщину такую, как она сама говорит, в России, в каждом из нас, потому что описывает события, происходящие на Урале, то здесь, в этом романе, как раз-таки, она исследует вот эту частичку немецкости в каждом из нас, потому что поволжские немцы были приглашены еще Екатериной Великой осваивать эти места, они были теми самыми немцами, и как к ним вначале относились радужно и великолепно советские власти, а потом как всех репрессировали. К сожалению, этот народ постигла та же самая участь, как и многие другие советские народы, которые вызвали неоднозначную реакцию со стороны власти мучу. Вот именно эти исторические события легли в основу романа, и Гузель Яхина вот через аллегории, через сентенции, не через реализм, как это было в предыдущем и первом романе, а через такую вот больше волшебность, сказочность погружает нас в тот мир, в ту эпоху, в те события, которые были, и мы видим конкретного человека в конкретных событиях исторического периода. Есть о чем подумать, есть что поразмыслить и что поменять в своем мировоззрении, да, приоткрыть какую-то завесу тайны, поэтому рекомендую к прочтению, дети мои. Друзья, всем хорошей литературы, это был книжный разбор, пока!